Мы всех приветствуем, продолжаем читать книгу Рава Ширки «Святость и природа». И сегодня мы завершим третью из четырёх частей книги, посвящённую культуре и образу жизни. И в следующий раз с Божьей помощью перейдём к теме геулы – избавления. А сегодня мы поговорим о путешествиях. Итак, путешествия. Сразу скажу, здесь определённая трудность перевода. Тиюль на иврите означает одновременно и прогулка, и путешествие. И все места можно переводить и так, и так, и так. Я буду об этом говорить, но нужно это иметь в виду. Что там, где я говорю «путешествие», это означает также прогулка и наоборот. И вначале мы обсудим естественную потребность путешествий в плане движения, для здоровья, как необходимость и так далее. Итак, путешествие или прогулка – это прекрасно. Оно приносит радость, удовольствие и приятные ощущения. Но есть ли в прогулке самостоятельная ценность с точки зрения Торы? В нескольких местах мудрецы Израиля подчёркивают важность прогулки как движения, как перехода из одного места в другое. Например, есть место в Талмуде, где разбирается ситуация, когда судебные приставы приходят конфисковать имущество для исполнения судебного решения. И Галаха обсуждает, какое минимальное количество мебели можно оставить человеку, который является необходимой для его жизни, для основных потребностей. И, среди прочего, Талмуд указывает, что человеку в таком случае нужно оставить две кровати. Одну кровать для еды, другую для сна. Смысл в том, что нежелательно есть и спать на одной кровати. С точки зрения здоровья, после еды человек должен пройти минимум четыре шага, прежде чем лечь спать. Поэтому нужно оставить ему две кровати, чтобы после еды он встал с кровати, на которой ел, и дошёл до кровати, на которой будет спать. Итак, мы видим, что ходьба даже на самое небольшое расстояние очень важна для здоровья. Ну, там слово мета, насколько я понимаю, там не было стульев, возможно, были какие-то ложи, да? Вот-вот, надо не кровати переводить, а ложа. Потому что кровать, то это только для сна. А вот ложа, это действительно место, на котором мы сидеть и всё прочее. Ложа, скамейка может быть. Скамейка это твёрдая. Ложа вроде толстая, чтобы лежать. Ну, нет, это неважно. Ну, окей. Не знаю, может, есть лучше какую-то там кровать. Здесь же скамейка, конечно, тогда. Имеется в виду, что на скамейке спали. Ну, клали матрасы, всё. Скамейки. Лавки, да, как у нас было? Лавки, окей, да, лавка. Окей, лавка хорошая. Но слово лавка, оно ещё имеется в магазине? Да, тоже, тоже не подходит. Скамейка напишу, скамейка. Надо пояснить просто. Скамьи. Вот скамья – это точно. Скамья, правда? Зачем человеку две скамьи? Скамьи. О, да, вот это понятно. Окей. Человеку две скамьи. Ну, действительно, зачем человеку две скамьи? Загадочно, да. Загадочно, да. Стало скучать. Скамейки лучше? Ну, я посмотрю ещё синонимы, конечно. Окей, ясно. Из этого мы видим, да, что как бы есть необходимость в самом движении, да, в самой ходьбе, да, хотя бы четыре шага между едой и отдыхом. Итак, в Воложинской Ешиве ученики, которые отличались большим прилежанием, был сад, где они прогуливались, чтобы проветриться, отдохнуть после интенсивной учёбы. Это тоже как бы относится к здоровью, да. Ещё есть рассказ. Это всё касается чисто физических вещей. Ничего, пока это как необходимость есть, пить и гулять. Да, пока мы рассматриваем прогулку как естественную потребность. Есть также рассказ одного из учеников Рава Натана Раанана, зятя Рава Кука, когда он навещал Рава в больнице, и он рассказывает, что Рав Раанан показал нам прекрасный вид за окном и сказал, когда это место было ещё пустынным, мы там гуляли. Рав Кук рекомендовал нам, ученикам Ешивы Мерказа Рав, выходить на прогулки. Итак, прогулка – естественная потребность человека, и вопрос о том, больше или меньше гулять, зависит от конкретных обстоятельств каждого человека. Это мы обсудили пока необходимый уровень прогулки как движения физического. Так, если нет вопросов, тогда двинемся дальше и обсудим, есть ли митцва, есть ли заповедь путешествовать. Ну, это ещё раз, даже… А, то есть, про путешествия сказали, что это чисто физическая необходимость. Да, она как бы входит в заботу о здоровье. Да, теперь разберёмся, в принципе, есть ли или может быть такая митцва, как путешествие, как прогулка, то есть прогулка, как митцва. Окей. Итак, в журнале «Тхумин» опубликовано письмо с вопросом Раву Цви и Гуде Куку, является ли путешествие по земле Израиля заповедью, ну или прогулка, да, по земле Израиля заповедью. Рав ответил «Да». Мудрецы Талмуда учили нас, что каждый, кто прошёл четыре шага по земле Израиля, он бен-оламаба, то, что называется, сын мирогрядущих. Да, из этого следует, что в путешествии есть духовные ценности. Однако Рав отметил, что для людей, изучающих Тору, существуют ограничения. Поскольку изучение Торы равносильно всем заповедям, то нельзя прерывать занятия Торой ради прогулки. Но это относится только к тем людям, которые постоянно изучают Тору, а не тем, кто занят работой, а учёбе посвящает только часть времени. Итак, студенты Еши, которые постоянно изучают Тору, должны продолжать учёбу, а к прогулке относиться как к любой другой заповеди, которую могут выполнить за них другие. То есть они могут или должны выходить в сад и проветриваться, чтобы размяться, чтобы отвлечься, чтобы отдохнуть. Опять же, для того, чтобы с большей энергией вернуться к изучению Торы. Но для них это прогулка как часть заповеди о здоровье, но не прогулка сама по себе как заповедь. И здесь есть намёк, что другие люди, которые не заняты постоянным изучением Тора, они могут рассматривать прогулку как митцву. Этого посмотрим дальше более подробно. Эти слова находят отражение в галахическом споре, в трактате Баба Патра, который обсуждает различные способы приобретения поля. То есть какое действие является знаком того, что поле приобретено, сменило своего владельца. И один из таких способов – это приобретение поля через физическое присутствие. В споре рассматривая ситуацию, когда тот, кто хочет приобрести поле, гуляет по полю ради прогулки. Становится ли его поле собственностью по закону Хазака? Есть такой принцип у мудрецов. Это что-то вроде статус-кво по-нашему. То есть тот, кто владеет чем-то, то, что он владеет этим, оно считается его собственностью, если не доказано обратное. Если он по этому принципу хочет вступить в поле, то он на нём находится, по нему гуляет. Они разбирают вопрос, становится ли он его собственность, если он гуляет по полю. И в этом споре разделились раби Элиэзер и мудрецы. По мнению раби Элиэзера, прогулка по полю означает приобретение. То есть в тот момент, когда человек гуляет по полю, который он собирается приобрести, поле становится его собственностью, по факту прогулки. По мнению мудрецов же, прогулки по полю недостаточно для владения. И чтобы приобрести поле, по мнению мудрецов, нужно совершить на нём какой-либо акт земледелия. Посадить, посеять, вспахать и так далее. Теперь какие аргументы они приводят в этом споре? Раби Элиэзер приводит в качестве источника слова Всевышнего Авраама. «Встань и пройдись по земле во всю длину её и ширину, ибо тебе я дам её». То есть встань и пройдись по земле, и через твоё прохождение по ней, или можно сказать прогулку, земля станет твоей. То есть из этого стиха он сделал вывод, что пребывание, прохождение по какой-то территории передаёт эту территорию во владение того, кто к ней прошёл. Ну, понятно, есть там ещё детали. Мудрецы возражают Раби Элиэзеру и объясняют, что цель этого путешествия, прохождения Авраама по земле к Наан, была в том, чтобы познакомиться с ней и таким образом как раз помочь своим потомкам её завоевать. Итак, по мнению Раби Элиэзера, сам факт хождения по земле создаёт реальность владения, то есть тут речь идёт о некой внутренней связи, которая создаётся во время прогулки. В данном случае связь, которая создаётся у Авраама с землёй Израиля, она передаёт ему землю Израиля в приобретении. Ну и по мнению мудрецов, также хождение по земле Израиля играет важную роль, потому что оно укрепляет чувство принадлежности к ней. То есть здесь через прогулку происходит знакомство с территорией и опять же создаётся душевная связь с местом. Таким образом мы видим, что несмотря на то, что аллахически они разделились, одни считают, что прогулка приобретает землю, другое мнение, что не приобретает, но оба мнения, Раби Элиэзеры, мудрецы, согласны в том, что прогулка важна, а потому что она создаёт душевную связь с местом. Есть какие-то вопросы? Тогда двинемся дальше и обсудим ещё один аспект прогулок или путешествий. Это созерцание красот, величие творения, созерцание мира Всевышнего. Можно рассмотреть значение путешествия с другой точки зрения. В законах основ Торы Рамбам утверждает, что само созерцание мира Всевышнего несёт в себе большую ценность. Когда человек созерцает дела его и великие чудесные создания его и видит в них его бесценную и бесконечную мудрость, он сразу же проникается любовью, хвалит, прославляет и наполняется великим стремлением познать великого Бога. И когда он задумается об этом, то сразу же отступает назад, охваченный трепетом, осознав, что он маленькое создание, низменное и тёмное, стоящее с ничтожными и скудными знаниями перед великой мудростью. То есть через созерцание мира, созданного Всевышним, человек начинает любить Бога и бояться Его. А это две важные заповеди, непосредственно связанные с познанием Всевышнего и служением Ему. То есть если у нас цель познания Всевышнего, то в познании Всевышнего важны два вот этих состояния, любовь и трепет. И созерцая красоты мироздания, человек получает, естественно, вот этот любовь и трепет, два чувства, которые необходимы для познания Бога. В книге Шмуна Праким Рамбам дважды упоминает о ценности путешествия. В начале пятой главы он объясняет, что путешествия нужны человеку для того, чтобы удалить горечь, удалить горечь из своего сердца. Но далее в этой же главе он приводит более глубокую причину. Он объясняет, что эстетическое переживание, которое сопутствует путешествию, оно связано с сущностью души. И поэтому, говорит Рамбам, человеку обязательно нужны сильные эстетические переживания, чтобы расширить свою душу и подготовить ее к восприятию мудрости, дающие ему знания о своем Творце. Это немножко похоже на то, что мы на прошлых уроках разбирали, как сказано в Талмуде, красивая утварь, красивый дом, красивая жена расширяют сознание человека. Итак, любовь к Богу, пробуждающаяся при созерцании сотворенного им мира, является основой для особых благословений. Есть такие благословения, которые называются «беркот рая», что когда человек видит что-то, он должен благословить, сказать особое благословение. Тот, кто видит большие горы или моря и реки, должен сказать «благословен ты Господь Бог, наш Царь Вселенной, творящий мироздание». Кто видит океан, должен сказать «сотворивший великое море», есть также благословение на солнце, на луну, на радугу, на гром, на молнию и так далее. Итак, если еврейские мудрецы установили благословение на то, что человек видит, значит, есть ценность у зрения, у самого зрения. И, конечно, все эти чудесные творения невозможно увидеть, не отправившись в путешествие. Созерцание видов земли Израиля также имеет значение святости с галахической точки зрения. Талмуд в трактате Баба Батра говорит, что все места, которые Моше увидел с горы Нево, которые показал ему Всевышний перед его уходом, они подлежат десятине. Так определяется территория, которая подлежит Моасеру, где нужно приносить Моасера с урожая, это те места, которые увидел Моше с горы Нево. Получается, что сам взгляд Моше на землю Израиля совершал некое действие, изменяющее статус этой земли, то есть придавал ей святость, взгляд. Взгляд придает святость территории. Такая получается идея. И это мы поговорили об аспекте путешествий с точки зрения созерцания творения. Есть какие-то комментарии? Все-таки очень важно, что это относится не только к РТСР. То есть РТСР подчеркнуто больше, но это относится ко всему миру. Вот это, мне кажется, очень важно. Я думал об этом, но на самом деле почему-то Раф Шерки тут, как правило, пишет про путешествия по земле Израиля. Но Рамбам совершенно здесь не пишет про землю Израиля. Да, Рамбам точно пишет, да. Поэтому это очень важно подчеркнуть, что у Рамбама не только к стерни Израиля. Ну да, естественно. Теперь, то есть здесь есть ценность природы, но нет ценности цивилизации. То есть все благословения, они на природные ежедневные. Конечно. То есть здесь есть именно... И я думаю, что причина в том, что от цивилизации внешней иудаизм закрывался в период Галута, и поэтому нет ценности цивилизации. Ну, про страну Израиля просто нечего было, как бы не было цивилизации. А во времена Рамбама-то она была. И вот и архитектура, и все на свете. И вот от этого он дистанцируется. Люди, сообщество людей, страны, их жизнь. Этого ничего нет. Есть только природа. Нет, Эзи? Да, верно. Я просто думаю, что как бы можно ли себе представить ситуацию, когда в будущем какие-то благословения будут говорить на созданный человек. Это отдельно. Нет, нет, нет. Это не то дело. Мы не должны здесь обязательно благословения. Благословения на природу. А вот есть ли религиозная ценность в созерцании цивилизации и понимании цивилизации? Интересно, что... Вы в Шеке закончили этот оттенок или нет? Да, про созерцание мира закончил. Эта тема, да. Есть, например, у Рава Шемшона и Афаля Деша то же самое про Альпы. После смерти Бог спросит человека, его точнее, как бы. Посмотрел Леон Альпы и говорит, а он говорит, я учился все время. А он говорит, ну что же, я их создал, они такие замечательные, что ж ты пропустил? И не посмотрел. Я их для тебя создал. И это тоже, это уже современность, это 19 век. И тем не менее, только природа. Да, то есть, евреи отгораживаются от цивилизации в изгнании. В изгнании, да. Мне кажется, а вот в стране Израиля, я не знаю, у нас нет таких, как бы, об этом источников. Потому что в стране Израиля не было цивилизации такой, а за границей, соответственно, отворачиваются. И нет, еще не изменено это. Но вот это изменить, это интересное направление модернизации. Я у себя в универсально-религиозном сионизме об этом пишу тоже. Но вот эта разница между природой цивилизации очень важна. Я хотел, если можно, одну вещь сказать. Мне кажется, что мы все чувствуем, что это крутится вокруг одного и того же. Мне кажется, это все время вокруг одной и той же самой темы. Какая тема? Тема заключается в том, по-моему, хорошее название это прикладное. Вот есть искусство, а есть прикладное искусство. Правильно? В удаизме все, что имеется к отношению, и вообще вся человеческая деятельность наделится на важное, настоящее. это связано с выполнением заповедей. Все остальное это вещи прикладные. Искусство прикладное, оформление свиногул. Путешествие по миру прикладное. Путешествие по миру прикладное. Это что? Даже не важно это строение. Посмотрел на дерево, вспомнил про Бога. Э, вспомнил про Бога. Пошел по садику погулял. Поговорил про Масекрит, который только что выучил. Нету самостоятельной ценности. Вот я сегодня я не говорю хорошо это или плохо. Это как бы факт. Правильно? Поэтому, поэтому это оставляет главных причин. Почему? В иудаизме кроме запрета на изображение неизвестное, да? Вообще нету искусства как такового. Есть прикладное. Оформление мацевод, оформление синагог, иллюстрации к священным книгам и так дальше. Все вылеты, что были, это связано с людьми, которые так или иначе отходили до оцепления заповедей. И которые, в общем-то, были соединены с народами мира. Гораздо больше, чем с иудаизмом. Те, кто внутри. Вот я читал статью, например, сегодня мужик, у него про Ткипана говорит, я не знаю. Он говорит, я самого раннего возраста понял, что если ты хочешь быть йоцен, то есть, как бы, творец, то слышали, что, не знаю, художник там, человек, который занимается искусством. Ты не можешь быть религиозным, и это честный ответ. Поэтому здесь все то же самое. Это как бы, ну, вы разминимаете это на мелочевку, где гулять по земле Израиля. Не в этом дело. Дело заключается в том, что нету самостоятельной ценности. Нету. Это факт. Почему? Ну, потому что нас смотрятся, убегут куда-нибудь, перестанет фильм накладывать, еще что-то. Все время такая опасность. Их все время надо держать, чтобы они находились на некотором поле. Это поле соблюдения западе. Иначе могут разбежаться. Вот это, по-моему, центральный момент. Нет, нет, я с собой не согласен. Во-первых, искусство – это другая тема и не сейчас. Во-вторых, например, то, что сказано, что красивое окружение расширяет душу человека, дат, это трудно назвать прикладным. Это уже не прикладное. Ну, конечно, можно сказать, это прикладное. Так все будет прикладное. Я хожу в музей… Нет, нет, секунду, 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 еще раз. Сегодня я хожу в музей, чтобы моя душа расширилась. Я хочу вспомнить искусство сегодня. Я не говорю про религию, чтобы моя душа расширилась. Или получить удовольствие. И обе они будут, их тоже можно обозвать прикладными, но они прикладными не являются. То есть, когда мы говорим о том, что вот эта цитата из Талмуда, что красивое окружение расширяет сознание, это прикладным нельзя назвать никак. Это не прикладное. Я думаю, прикладным… Послушай, я думаю, прикладным назвать что-то, любая вещь, которая не имеет самостоятельной ценности, а ты оцениваешь, для чего она. Как только ты спрашиваешь, зачем мне это, зачем мне этим заниматься, это сразу имеет прикладное значение. Почему? Потому что человек, если его что-то влечет, и он даже не может это объяснить, он не спрашивает, для чего это. Он просто делает, потому что он без этого жить не может. Извини. пишет книги не потому, что он хочет заработать деньги, но так, по большому счету. Художник пишет картины не для того, чтобы познать мир. Он просто не может без этого жить. Это называется страсть, понимаешь? А все остальное, опять, я не говорю, что это в низме, что это более низкая ступень, но это все прикладное. Это для чего? Нет, 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 я, во-первых, совершенно не согласен. Сухар. Фекунду, ну что, не хорошо, ты же не слушаешь. Я слушаю. Что-то хорошо. Нет, не хорошо. Не хорошо. Во-первых, мы здесь не говорим про самого человека искусства, которое творит. Я просто хочу отложить немножко это. Окей. Вот осмотрим просто человека современного, который идет в музей. Просто. Он идет в музей и создает сайт картины. Это расширяет его душу, расширяет его представление, дает ему правильные эмоции, дает ему правильные настроения. Это тоже можно быть прикладным. Но это вовсе не является прикладным. Но это же тоже для чего-то. Так ты абсолютно всю жизнь объявишь прикладной. Это нехорошо, это неправильно. Это общий вопрос. Грубо говоря, ты говоришь про музеи. Вопрос. Мы сейчас не говорим о человеке, который в теме. Я не упорю религиозного человека. Я говорю, про ней религиозного человека. Окей. Значит, он вообще, он говорит прекрасное, прекрасное. Я не думаю о Боге. Прекрасное. Я просто спрашиваю. Человек, который современный, нерелигиозный, ходит в музей, зачем? Да. Потому что у него в этом есть потребность. Правильно. Это можно назвать прикладным. У меня есть потребность, я его удовлетворяю, чтобы мне что? Лучше чувствовать, шире воспринимать. Нет, хочется. А зачем ты ешь? Ты или Греба, а зачем человек ест? Секунду, секунду, секунду. Чтобы быть тоже, но это тоже, чтобы быть вкус получить, чтобы... Хочется, у человека хочется, у него желание. Секунду, 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 на, секунду. Ты в одном месте педалировал, что прикладное, это когда что-то нужно для чего-то, а в другом ты отказываешься это сказать, видишь, у него есть желание. Это нехорошо. Ну, послушай. Поэтому, секунду, ну, послушай. Поэтому твое прикладное, оно только, когда оно непосредственно прикладное для чего-то технического. То, что мы здесь видим и Амбама, это не прикладное. То, что я вижу природу, наполняюсь познанием Бога, это прикладным назвать нельзя. Потому что иначе ты у нерелигиозного человека тоже абсолютно всю жизнь объявишь прикладной. Я хочу испытывать эмоции. Значит, я живу, что вся моя жизнь прикладная. Нет, нет, извини. Слово прикладной нужно убрать отсюда. Это сужение не для религии, это сужение вообще. Послушай, Рамбана, посмотри Рамбан, что он пишет и когда он задумается. Ну, то есть, для чего человек надо прокатиться? Чтобы задумался, а если не задумается? оставь, оставь задуматься. Это ты, это ты искажаешь, что здесь написано. О, хорошо. Потому что, когда он задумывается, это совершенно другой вопрос. Ну, подожди, но это еще раз. Здесь не написано, что он тогда задумается. Он говорит, что нужно, царь видит, это ты перебрал. То есть, здесь, когда ты говоришь о том, что прогулка нужна, чтобы хорошо себя чувствовать и учить тару, то это прикладное. А здесь прикладного нет. Это перебор. Я просто хочу отметить, что здесь то, что здесь природа, а не цивилизация, это действительно очень важно. Но, но объявить это прикладным, это, по-моему, перебой сильный, потому что таким методом ты можешь быть прикладным всю совершенно жизнь. Правильно. Я пошел вчера на концерт. Но это неправильно. Еще раз. Потому что мы говорим не про эльон, я говорю вообще. Я пошел вчера на концерт, потому что мне было хорошо, приятно послушать музыку живую, а не электрическую. И наполниться сознанием о том, что, насколько ты имел. Нет, это остальное. Послушай, вот пример. Послушай, сильный пример. Сильный пример, да, из жизни. Да? Да. С точки зрения иудаизма. Зачем человек женится, мужчина женится на женщине? Зачем? Прорву? С точки зрения человека. Зачем? Потому что он любит кого-то. Как он может? Он говорит, не знаю, полюбил я ее, не могу я без нее жить. А зачем человек женится? Это самый нормальный пример. Пример самый жизненный и самый простой. Послушай, это неразимые вещи. Все. Если ты, если ты женишься или встречаешься с женщиной, потому что ты ее любишь, да, ты ни о чем не думаешь, думаешь только о ней. Если ты изначально думаешь завести семью, что очень правильно, завести детей, что очень правильно, это прикладное значение. Нет, ни почему подобное. Во-первых, это искажение. Ты искажаешь совершенно. Ты совершенно важные вещи являешься прикладным. Во-вторых, извини, иудаизм никогда не сводил семейную жизнь к прорву. Это просто неправильно. Например, посмотри, просто, например, нужно ли людям жениться, когда они уже не могут отражать детей. Да, нужно. Зачем? Ответ. Нехорошо человеку быть одному. Это что, прикладное? Да, конечно. Да, ну, нехорошо, значит, нехорошо. Но у тебя плохо будет работать организм. Нет, 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 не говорите. Махчеву нехорошо сейчас поделивается. послушай, ты кредитуешь иудаизм, сначала ты сделал карикатуру на иудаизм, примитивизировал, а потом ты ее с восторгом критикуешь. Нет, извини, нехорошо человеку быть одному, это не прикладное. Это совершенно фундаментальное. Поэтому объявить это прикладным никакой вовлезом нельзя. Это первое. Первое. Поэтому, есть ли в иудаизме действительно отношение к искусству как к прикладному? Это вопрос. Его можно обсудить. И действительно, тем искусством, которое занимались, было прикладное искусство. Но это вовсе не значит, что иудаизм относится ко всему искусству как к прикладному. Совершенно. Когда говорится о расширении дат человека, то это никак прикладным обозвать нельзя. Как? Ну, мне нужно расширить дат, вот я окружаюсь окрасивыми вещами. Оставь. Это просто форма формулировки. Никакого прикладного здесь нет. Это другое дело, что вся наша жизнь должна быть направлена на диалог с Богом. Ты еще объявишься, что человечество смотрит всю жизнь как прикладную. Ну, нет, конечно. Поедание чему-то смысла не означает свести его к прикладному. Вот это ошибка. Если у тебя само действие, ты не чувствуешь его ценности, а только результаты тебе нужно куда-то приложить, то это можно назвать прикладным. Но когда говорится, что смысл человеческой жизни том-то и том-то, то это не прикладное. Извини. Это наоборот. Это внесение трансцендентного в мир скорая. Поэтому я совершенно с тобой не согласен о термине прикладного. То, что у нас могло прикладного, я согласен, но все прикладное, даже ни в каком смысле. Смотри, в следующий раз благословление на увиденное. Что означает? Если у тебя в музей пошел, у тебя благословление есть на посещение музея? А что там пошел? Ну а что там пошел? Ну это ты примитивизируешь. Ну написано у тебя благословление на увиденное. Это прекрасно. И что дальше? Ну и что? Если ты не можешь сказать благословление на увиденное, не смотри. Почему? Дай мне такую чекадку. Потому что должно быть благословление на увиденное. Нет, нет, извини. Ты совершенно исказил. Благословение на увиденное. Написывай черному попелу. Ну послушай меня. Ты выводы делаешь сложные. У тебя вообще такой способ как нам покритиковать юборизм. Очень просто. Покажем как бы сделаем ее примитивным, а то будем со строгим критиковать. Извини. Нет. Благословение на увиденное показывает важность природы. Нигде не написано, что не надо смотреть на то, что не благословляешь. Такого просто нет. Поэтому твоя фраза в музей не можешь благословить, не ходи. Нет такого. Нет такой цитаты «не можешь благословить, не ходи». А то, что благословить природу, это да. Это значит, ты поднимаешь собственные ощущения до более высокий уровень, а вовсе не делаешь его прикладным. То есть, не надо примитивизировать иудаизм. Критиковать надо там, где действительно нужно. Но критиковать примитивную версию, которую я сам придумал уже религиозных. Нет такого. Хорошо, но я извиняюсь, послушай, но все-таки сейчас, да, заниматься обсуждением, нужны ли прогулки четыре шага после обеда. Понимаешь? Это реальная проблема современного человека? Нет. нам мог написать про Инстаграм, сколько надо сидеть в интернете, информатика. Но это то, что волнует. Прогулка и две кровати, две кровати, либо одну. Это реальный вопрос, который волнует людей. Извини, извини, ты не прав, абсолютно. Книга здесь занимается изучением источников. Источников. То, что написано в источнике, то рафшерки и разбирает. А то, что ты скажешь, что это не интересно, ты ошибаешься. Это тоже интересно. То, что мы из этого делаем следующие выводы, на следующий уровень. Потому, что выводы без источников ты тоже не сможешь сделать. Ты не сможешь органически расширять элгоизм, если ты не будешь оперяться на его собственные источники. А то, что этот источник в прямом виде тебе кажется примитивным и неинтересным, так его же никто сегодня не использует просто в таком виде. Мы изучаем источники. Ха-ха-ха, это примитивно. Кому это интересно? Это интересно как источник. А вот какие ты сможешь дальше сделать выводы, применяющие к современности, вот это уже будет интересным. Вот я, например, отметил момент природы цивилизации. Я могу объяснить, почему не было природы, не было цивилизации и почему сейчас она нужна. Это другое дело. Это следующий этап расширения. Но фразе «Моахив даат» никакой примитивности или прикладности совершенно нету. Абсолютно. ты туда их вписываешь, потому что тебе тогда будет удобнее их критиковать. Нет, извини, это не верно. Ну, хорошо. Окей. Я согласен с тобой, что здесь вещи, которые кажутся странными. Ну и что? Есть миллионы или примитивными. Как мы давно это прошли. Окей. Мы давно Тогда книжку надо было назвать, тогда название книги, честно говоря. Надо было назвать книгу по-научному, святость и природа, первоисточников. Нет проблем, тогда понятно, человек занимается историей вопроса. Научная книга. Она же называется не так. Да, совершенно верно. Она же называется как бы общий взгляд, а именно проблемы современного человека. Основные проблемы фундаментальные его проживания на земле. Это святость и природа. Понимаешь? Прекрасно. А с другой стороны, ты говоришь, мы изучаем историю. Напиши, первоисточник. Нет проблем. Нет, неверно. Нет, неверно. То есть, ты хочешь сказать, что я все-таки плохо справился с работой, он должен был бы по сетям источников написать современные представления и более хорошо проанализировать. Окей, все эти написал то, что написал. Мы изучаем то, что написал, и мы занимаемся следующим этапом. Мы расширяем. Поэтому я, как видишь, смотрю вот этот источник, и я не начинаю говорить, ха-ха-ха, это примитивно. Наоборот, я начинаю думать, почему в диаспоре было так, в изгнании, почему сегодня не так, в чем отличие мессианского времени, потому что в изгнании нужно было отгораживаться от народов, а в мессианском процессе нужно соединяться с народами. И поэтому, если раньше не смотрели на цивилизацию, а только на природу, то сегодня надо смотреть и на цивилизацию. То есть, я, прочитав эти источники, сделал следующий вывод, следующий этап, а не стал кричать ха-ха-ха, смешно, какой примитивный. Сделай следующий вывод, вместо того, чтобы критиковать то, что есть. Делай, работай, иудаизм недостаточен, исправляй его. В чем наша работа стоит? В исправлении иудаизма. Мы этим и занимаемся. Рафсерти дает нам много материалов для размышления. Это не значит, что он сразу делает нужные выводы. Я сам этого раньше не знал. Я сейчас это осознал. У меня цена глава об этом написана про путешествия. Я не осознавал этого момента. Сейчас я осознал. Очень хорошо. Я придумал, как это сегодня искруковать. Я придумал, как дальше мне расширить и как дальше мне продвигаться. Вот это ценный смысл, который я приобрел, читая этот текст. Окей? Натан? Да, я с тобой все согласен. Окей, хорошо. Все. Спасибо. Твоя критика очень важна, но я с ней не согласен. Ну, хорошо. Нормально. Прекрасно. Я сейчас сформулировал, собственно, именно почему природа в Галуте, в изгнании была только природа, потому что нужно было отдаляться от народов и закрываться. А в мессианскую эпоху мы должны влиять на народы, и поэтому важна интеграция с народами. Ты мне еще скажи, что у тебя ценность это влияние, а поэтому ты хочешь с ними общаться, чтобы повлиять. Но это тоже невероятно, это не прикладное значение. Оно само по себе важно, именно для расширения моего сознания и понимания. Мне есть на что опираться. И дальше я это сегодня формулирую. Вот и все, вот это и наша работа. Я тебе скажу такую штуку, но, может быть, это личное ощущение. Честно говоря, например, про взаимоотношения, универсальный подход и как бы индивидуально партикулярный, вот когда разбирают, например, то, что сказано, кусок про Лех-Леха в раму, то есть ты берешь реально первоисточник. Когда он начинается Лех-Леха, да, иди к себе и так дальше. Иди туда, куда, иди, 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 иди в какое-то ограниченное узкое место, то есть как бы сжимайся в этом мире. А с другой стороны сказано, и благословятся в тебе все народы. Вот это убеждает действительно одна часть и вторая часть. Но, когда берут и начинают смотреть первоисточники, да, я не знаю, средневековый Рамбама о двухскамьях, о прогулке, о том, что надо хорошо дышать после обеда, понимаешь? Я, честно говоря, не понимаю, как это может убедить человека современного, да, с его проблемами информатики, там, море, и пятое-десятое. Понимаешь? Конечно, это не... Секунду, а кто тебе сказал, что цель этого убедить? Цель этого не убедить. Хорошо, а зачем приводит Рафширки, зачем он приводит Рамбама? Зачем он... Секунду, он приводит Рамбама как интересный и важный источник. Я сейчас, прочитав этот источник, придумал прямо сейчас на месте важнейшую идею. Он для меня это написал, чтобы я придумал эту идею. Большое спасибо Рафширке. Смотри, он приводит мнение Рафа Кука, приводит меня Рафа Кука, о том, по-другому, я не ошибаюсь, да, где мы говорим, что он рекомендовал людям, ученикам, немножко гулять в саду. Понимаешь? Вот гораздо было бы более сильно, если бы, ну, я не знаю, может быть, не Раф Кук, но какой-то Равин известный, да, он бы сказал, не боялся сказать своим ученикам, оставьте занятия, выйдите на какое-то время в мир, поезжайте в Индию, поезжайте на Дальний Восток, посмотрите, что делается в мире, наберитесь им. Но они не будут это говорить, потому что они боятся, что он не вернется, потом в Ешиву. Послушай, а пойти четыре шага в саду, в саду, нормально. Послушай, извини, извини, извини. И мне неинтересно критиковать, что кто-то чего-то не сказал. Мне интересно понять, чтобы самому это сказать. Но сказать можно только опираясь на источники. Если скажешь не опираясь на источники, то давайте никто не услышит. Поэтому так уж устроен иудаизм. Сказать можно, только понимая, на что ты опираешься. И в этом смысле книга отличная. То есть она не идеал, так она его теряла для работы. Это превосходно для мыслей новых. Это великолепно. Окей, ну хорошо, мы задержались на этом месте. Более-менее понятно. Ну, я не знаю, что. Может быть, у народа как бы тут некоторый диалог был, может быть, у народа кто-то хочет что-то сказать, не знаю, как бы общих есть, правильно? Конечно, конечно. Ну, если можно, я так коротко, назовите меня сто раз язычником, но когда я вижу красивые горы, у меня возникает какое-то трансцендентальное чувство. Хочется это все благословить. Это непосредственное чувство, это не есть прикладное. я не хочу эту гору купить, устроить там однолежный курорт или что-нибудь такое. Нет, это непосредственно. Окей. Ну, прекрасно, но это все понятно. Опять, еще раз, я говорю, а разница наших подходов? Я это учу, чтобы мне придумать дальше, чтобы мне саму развиваться. Одни сказать, а ты видишь, он недостаточно. Ну, и что, что недостаточно? Недостаточно, значит, мы должны сделать достаточно. Вот и все. Ну, я хожу в музей, я вижу картину, я не говорю, что, слушай, а что ты нарисовал так, а не вот так? А давай-ка ты дорисуешь. Нет, я сам дорисую. Спасибо, что ты нарисовал то, что меня побуждает дорисовать. А я дорисую сам. Мне кажется, есть некоторая проблема концептуальная в том, что Всевышний дал человеку некоторые способности, которые в своих высших проявлениях приближают его в каком-то смысле к демиурбу. Тот же самый художник. Гениальный художник, наделенный гениальными способностями, в каком-то смысле опасен. Почему? Потому что он может делать что-то, что человек забывает про религию. Он видит в этом художнике любой художник настоящий. Он видел себя в каком-то смысле демиургом. В этом заключается основная проблема. если бы всевышний сотворил человека и ограничил его с тем, чтобы он мог делать, ну, до какой-то статистики. Было понятно. А это, 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 это. Мы это не видим. Понимаешь? И то же самое возможность человеческой души, как сказал Юра, когда человек стоит, например, перед горой, перед, я не знаю, водопадом, видит просто, как брызги воды рассыпаются на эти самые миллионы капель. любое совершенно волшебное явление. Это его всего переполняет. И не факт, что в этот момент он должен сразу говорить благословение или отступать назад. Роман очень хорошо говорит, ты шел вперед, правильно, вел что-то крутое. Все, тут же подумай, какой ты маленький, какой он большой, иди назад. Ну, прочитай еще раз эту цитату. Петь, закрыл у тебя телефон слегка этот самый. Пинхас, у тебя закрыт с нами. Послушай, еще раз, еще раз. Эмбам говорит о природе. Это не значит, что нельзя дальше развиваться и понимать на основе того, что он сказал. Мне не интересно говорить, смотри, Эмбам примитивен и не сделал следующий шаг. Мне интересно самому сделать этот шаг. Поэтому Эмбам сказал недостаточно. Окей, но мне не интересно, что сказать, мне интересно, что он мне дал. Спасибо большое, Эмбам. Я пойду дальше. Ты мне сделал ступеньку, я на нее поднимусь, я смогу подняться еще на один шаг. Саму-то. А сам без тебя я бы на эту ступеньку не вскочил. Она слишком высокая. Большое спасибо, что ты сделал мне помощь, поставил скамеечку перед ступенькой. Все отлично. Я не заинтересован критиковать Эмбаму, что он недостаточен. Я заинтересован на основе Эмбама создать следующий этап. Нам это сказать. Ты хочешь говорить, не надо спрашивать, почему раввины не говорят. Говори ты. Не спрашивай, почему другие не делают ту работу, которую я хотел бы сделать. Сам ее делай. Думаю, никто не будет заниматься серьезно по-настоящему вещами, которые не связаны прямой с соблюдением заповедей. Почему? Потому что это может увести человека в сторону. Ты так думаешь. Я так думаю. Ты не прав. Я так думаю. Я так думаю. Я понял. Я понял. Ты не прав. Ты не прав. Потому что есть много, кто занимается вещами совершенно спокойно и не боясь, что это ведет в сторону. Ты примитивизируешь. Да, есть такие, конечно. Но есть и другие. Поэтому не надо примитивизировать. Не надо. Это вредно. Ты рисуешь себе объект мальчика для битья из примитивного иудаизма. Не надо. Да, есть такая опасность. Есть такая опасность. Правильно. Как нам сделать так, чтобы сделать равновесие? И чтобы было и постараться не уходить. О, это задача. То есть, ты все время говоришь, они недостаточно, они боятся, потому что действительно боялись изгнания. Мы это видим прекрасно. А надо постепенно расширяться так, чтобы расшириться и не так бояться. Окей, это наша работа. Все правильно. Все правильно. Но не нужно говорить, другие недостаточные. Нужно самому видеть эти недостатки и восполнять их. Рассматривая это как задачу для себя. Не как задача моя прокритиковать Айамбама. Моя задача днется на следующий этаж, помогает, когда мне Айамбам помогает. Это совсем другой подход. Окей. Я, например, слышал несколько раз, в том числе от людей, которые занимаются не искусством, например, изучением, научным изучением иудаизма. Люди из известных фамилий говорят, когда они доводили этих вещей, когда критика стала как бы несовместимой с тем, что говорят, ну как вы можете такой быть, вы же религиозный человек, ну как это не было рассечения этого моря, ну как такие природные явления встречаются, ну как Наполеон там проходят. Он говорит, я все на четко разделяю. Есть область соблюдения, которую раввины сказали, как надо соблюдать, я сто процентов полагаюсь на них и не задаю вопросов. Все остальное я не хочу, чтобы меня кто-то ограничивал. Вот мне такой подход гораздо больше нравится, понимаешь? И он поднялся к твоему подходу. Мне тоже гораздо правильнее, мне кажется, гораздо правильнее, для меня гораздо правильнее, когда я знаю, есть область, которую надо делать. Окей? Эту область я ее не касаюсь. Как сказали, так и сказали. Я не буду докапываться. Почему электронную книгу нельзя читать в субботу? Сказали не читать, я не читаю. Мне так проще жить. Я не езжу на машине в субботу. Не зажигать. Так сказали. Я не буду спрашивать, почему. Это мелкие токи, мелкие. Не важно. Но все, что касается всего остального, я говорю, ребят, пожалуйста, сюда не надо. Это мое. Все. Я понял тебя. А ты хочешь слепить некоторого универсального человека, который одной ногой там, а другой ногой там. Конечно, конечно. Ты допускаешь, но ты же допускаешь, что твой подход не единственный. Да, конечно. Окей, поэтому скажи, в современных проблемах я выбрал этот путь. Это путь не новый. Это путь не новый. И он с 13 века существует. Понимаешь? Очень хорошо. Двойная истина. А сейчас существует 13 века. Замечательно. Нет, секундочку. С Фома Аклинского и так дальше. Это все известнейшие вещи. Это двойная истина. Поэтому анализ противоречий между второй наукой, то, что ты сказал, что это определенно. Окей, это путь. А может быть и другой путь. Окей. Замечательно. Вот и все. У меня совсем другой подход. Абсолютно. Я понимаю твой подход. Но ты же согласен, что он может быть и другой подход. Да. Ну и все. Ну и отлично. Окей. Ну хорошо. Мы будем продвигаться дальше. Да, да, да. Конечно. А как еще? Итак, тогда мы пойдем глубже и поговорим о том, как можно познавать Всевышнего из самого путешествия, из самой прогулки, самой ходьбы и возможно в этом найдем ответы. Итак, мы говорили о путешествии с целью созерцания чудес божественного творения. Что поехать куда-то там увидеть, проникнуться трепетом. Увидеть горы, океаны и так далее. Но вопрос, есть ли ценность в самом передвижении. Или же ценность путешествия только в том, чтобы привести человека к высокой горе или широкой реке. У величайших мудрецов в Израиле мы встречаем удивительные явления. Они ходят по дорогам иногда. Например, книга Зор рассказывает о многих беседах между святыми мудрецами, которые проходили именно в пути. Когда они шли по дороге, шел раби Аба, шел раби Хия. Постоянно, да, очень часто все беседы мудрецов Зора, да, большинство проходят, когда они шли по дороге. И это отличается от бесед мудрецов Талмуда, которые по большей части велись в стенах Яшивы. А мудрецы Кабалы, как правило, обсуждают свои вопросы во время ходьбы. Да, вот такой интересный момент. И объяснение этому мы нашли в книге Рава Авраама Азулая «Хесси для Авраама». И вот что он пишет. «Нет сомнений, что это было не случайно, что все их дискуссии по вопросам Тора происходили в пути. Дело в том, что после разрушения храма Шхина была изгнана из дома владыки мира и не могла соединиться с ним. И блуждала она по дорогам, переходя с места на место. А поскольку Шхина в скитании, то для соединения с ней тоже нужно скитаться. Те, кто занимаются Аллахой, не имеют сил и странствуются Шхиной. Они стали птенцами, которые не могут взлететь за матерью. Но не так праведники мастера Кабалы. Есть у них сила скитаться с места на место. И поэтому раби Шимон и его собратья, которые занимались мудростью Кабалы, переходили из области в область, изгнанные из своих домов, чтобы стать колесницей царства в конце изгнания. И благодаря своим странствиям и изгнанию удостоились того, чтобы Шхина почила на них. тут совершенно неприкладной подход, поскольку Шхина в изгнании, чтобы соединиться со Шхиной, я должен настроиться на ту же самую волну, войти в резонанс. То есть сами переходы, само странствие как средство познания Бога, соединение с его присутствием, которое в изгнании. Праведники не могут сидеть на одном месте. Необходимость раскрытия тайн заставляет их идти. И таким образом для каббалистов путешествие имеет самостоятельную ценность. Они путешествовали не ради здоровья тела и не ради созерцания чудес творения. Это вот два аспекта, две причины, которые мы разбирали для этого. Здоровье и созерцание чудес. Они ходили, мудрецы каббалы, ходили с целью обрести познание Бога. То есть это была цель их ходьбы. Идем дальше. Раф Давид Коэн Назир записывал свои мысли в секретном блокноте под названием «Свиток тайм». И в одной из такой заметок он пишет «Пророки и сыны пророков уединялись в горах и на холмах, окруженные просторами полей чистотой небес, обиваемые свежим ветром, оживляя душу и обновляя дух созерцанием святости. В радости и возвышении внимали они глазу Святого Слова Божественного». У них не было много книг. Им не нужны были многотомные собрания Талмуда и законодательных кодексов. Весь этот груз многочисленных книг загружает душу бумагой, отвлекает внимание от возвышенного и великого, от чистоты Господних небес. Не в этом раскрывается и живет дух пророчества, но в устной торе, изучаемой в горах и на холмах, на просторах святых полей с видом на чистоту Господних небес, из святых мест в уединении, в святом размышлении, в надежде и ожидании милости Духа Силы Господней, обитающей на слуге Его, ожидающем Его, на посланнике к народу Его в служении Господу. Конец цитат. Раф Давид Коин Раф Назир говорит здесь о необычной форме обучения, хотя он при этом умел усердно учиться и в более традиционной манере. На самом деле он 7 лет подряд сидел на одной учебной скамье в старой Ешире Мерказара. Он начинал учебу на исходе шабата и заканчивал ее за час до начала следующего шабата. При этом он же пишет, что настоящая учеба идет не через книги, загружающие душу бумагой, как он говорит, а через устную передачу в горах и на холмах. Раф Назир понимал, что путешествие по земле Израиля это не просто отдых, оно способно раскрыть душу для восприятия голосов пророчества, которые звучали в этой земле в прошлом и будут снова услышаны в будущем. Здесь, как я понимаю, связь с землей Израиля, прогулки по земле Израиля, потому что здесь остались какие-то вибрации, голоса, дух вот этих слов, которые когда-то звучали, и на них можно настроиться именно гуляя, путешествия по земле Израиля. Раф Кук также пишет об особом уровне, о котором говорит Ираф Назир. Цитата из Рава Кука Шмуна Квацин. Противовес упорным аскетам обязательно должна быть сила, которая укажет, как раскрыть свободный внутренний свет в прогулке и в отдыхе, в расширении восприятия возвышающим душу к парящему в воздухе замку, где она вопрошает о всех своих желаниях, ищет утонченных понятий и находит их. Поколение, так ослабленное телесной и душевной аскезой, нуждается во влиянии покоя, ибо только покой приведет к внутреннему усердию, которое соразмерно повлияет и на внешнее усердие, приведя его в соответствии с силами тела и души, чтобы раскрыть все скрытые таланты и развивать их уверенно и достойно, пока не станут они благословением для человека и мира. Вот довольно непростая цитата. Ну, прекрасная. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе применение к сегодняшнему уж совершенно никак не прагматическое, понимаешь, и непрекладное, а именно расширение души и изменение души в ходе поездки и прогулки. Это совершенно непрекладное, замечательная вещь. И Раф Шерке пишет, необходимо, чтобы появились люди, которые покажут, как раскрыть божественный свет в путешествии. То есть Раф только говорит, что так должно быть. Но действительно сейчас проблема. Человек либо он занимается торой, либо он занимается путешествием для удовольствия. Там благословляет он или нет. но здесь говорится о том, что в будущем должен раскрываться свет такой же может быть или подобный, как раскрывается история, только из путешествий, из вот этих прогулок, в том числе из искусства, то, что мы учили раньше. Это, насколько я понимаю, главная задача Рафа Шерке. Подготовить почву к этому расширению сознания и расширению святости на природу. Это совсем непросто найти способы раскрыть этот свет в прогулках и путешествиях. И не каждый достигает такого уровня. Тем не менее, само существование такого уровня, раскрытие света из прогулок, оно ощущается интуитивно. И также у нас есть в Талнуде рассказы о Раби Барбархана, который путешествовал, рассказывает о своих удивительных путешествиях. Описание его путешествий приводится как притчи, толкователи углубляются в их интерпретацию, но, несомненно, что по простому смыслу тут речь идет о неком опыте путешествий. То есть, он приобрел свои знания при встрече с огромным миром за пределами стен учебных комнат. Вот это что касается познания Бога через прогулки. Есть какие-то комментарии? Это прекрасный источник, это очень ценно, и вот это действительно совершенно непривиально. Так, тогда идем дальше, если нет вопросов, у нас еще есть несколько глав. Итак, святость земли Израиля. Земля Израиля обладает уникальной способностью возвышать значимость природы. Раф Хук объясняет это в книге Ород. Святость в природе это святость земли Израиля. А божественное присутствие ушедшей в изгнании вместе с Израилем это способность поддерживать святость противостояния с природой. То есть есть два вида святости. Святость в природе она проявляется земле Израиля. А святость которая в изгнании когда Шхина в изгнании она противоречит она как бы противостоит воюет с природой. Однако святость которая борется с природой не является полноценной святостью и она Это причина высшей сутью высшей святости, которой есть святость самой природы, и в этом основа окончательного исправления мира. То есть смысл такой, что святость, которая в природе, в прогулках, в искусстве, не знаю, в цивилизации, да или нет, но факт тот, что, согласно Раву Куку, это святость более высокого уровня, и в неё должна включиться та святость, к которой мы привыкли. Это святость, противостоящая природе, да, это святость, которая в изгнании. И здесь Рав Кук вводит новое понятие, да, святость в природе. Что же такое эта святость в природе? На первый взгляд, такой святости не существует, ведь мы привыкли к тому, что святость выше природы. И в самом деле, с тех пор, как мы были изгнаны со своей земли, пишет Рав Ширке, мы перестали видеть святость в природе. И чтобы быть святыми, должны были противостоять природе. Но не так жили наши предки до изгнания святой земли. Они питались от щедрот земли, и этим достигали близости к Богу. Рав Юэль Сирке пишет в своём комментарии, что из слов благословения «Эншалош», да, там сказано, довернёт нас Всевышний в Иерусалим, и будем есть от плодов земли, насыщаться благом её. Из этого следует, что есть большая и важная ценность в том, чтобы есть святые плоды земли Израиля, поскольку божественное присутствие оживляет эти плоды. То есть здесь получается соединение с божественным присутствием через самой материи земли Израиля, через её плоды, через её природу и так далее. Это что касается святости земли Израиля. Есть какие-то вопросы? Да, да. Мне кажется, опять-таки здесь есть святые земли Израиля, а природа... А, или логически он подходит этому, что мы должны распространить эту святость на природу всю. То есть святость в земле Израиля – это тот корень, из которого мы должны нашей работой распространить святость на понимание всей природы. И всего земного шара, имея здание. Да, это как бы святое место, как мы говорили, в котором можно ходить босиком, да, потому что там не нужно отгораживаться от материи, потому что в ней святость, да. Но как бы в идеале эта святость должна распространиться из земли Израиля, и вся материя должна стать такой же, как земля Израиля, то есть раскрывающей присутствие Всевышнего. Вопрос. Окей, окей. Вопрос. Маленький вопрос. Маленький, но мне кажется существенный. Проистекает ли из особой святости земли Израиля обязанность для еврея проживать именно в земле Израиля, а не в другой святости природной, а не в любой другой стране? Конкретная вещь. Да, мы согласны, к земле Израиля есть особая святость. Это факт. Обязывает ли это меня жить в земле Израиля, либо я могу чувствовать святость в любом месте земного шара? Конкретный вопрос. Здесь нет обязанности, здесь нет достоинства страны Израиля. Когда ты живешь в стране Израиля, ты больше должен видеть. Но, как мы уже сказали, это просто святость земли Израиля, она дана, а святость мира, ты должен ее расширить. Она только потенциальна, но не актуализована. Все, ну, я понимаю, что не хочется, как бы, так сказать, чуть-чуть уйти от этого, но можно не рассматривать это. Обязывает ли особая святость земли Израиля человека делать наскоки во внешний мир? Я ответил, я извиняю. Ответ, ответ. Святость вообще не обязывает. Окей. Здесь нет обязанности. Жить в земле Израиля с точки зрения угоизма – это заповедь, которая является достоинством, но не обязанностью. Это много раз рассматривалось. Есть еще много таких вещей, которые являются достоинством, но они тебя не обязывают. То есть еврей не обязан жить, да? Ишиват Ааратс – это не обязанность для еврея. Это не заповедь. Нет, это неверно, тоже неверно. Окей. Потому что нет обязанности жить в земле Израиля, но есть заповедь. Еще раз, заповеди есть, а обязанности нет. Какая разница между заповедью и обязанностью? Есть такие заповеди. Когда ты их делаешь, ты приобретаешь особые вещи. И это достоинство. Но есть обязанности, это разные вещи. Совсем не все заповеди являются обязывающими. Не хочешь – не делай. Это новое. Окей. Ну как? Я понимаю, что это подрывает концепцию универсионализма. Человек в любой точке. Ничего не подрывает, в любой точке можно жить, да. Но не достигнешь того уровня, который есть в Израиле. Это разные вещи. Просто, еще раз, например, есть заповедь разделять мясо и молоко. Но если ты не ешь мясо, то у тебя нет этой заповеди. Я скажу, ты обязан есть мясо, чтобы разделять мясо и молоко. Ну, если человек не живет, то есть он не живой. Нет, нет, секунду, секунду. Он живет и живует. Ну, еще раз. Допустим, человек не любит молочные продукты. Нет заповеди есть молочные продукты. Правда? Но есть заповеди. Если человек живет, он не может не жить. Если он живет, он должен где-то жить. Ну, еще раз, еще раз я говорю. Существуют заповеди, которые не являются обязанностями. А, окей. Это что-то новое. Как это новое? Это стандартная элементарная вещь. Нет, по отношению к проживанию в Израиле. А как же фраза о том, что тот, кто живет вне Израиля, значит, как будто он вообще служит и белопоконству. Это другая вещь. Вот слушай, нельзя перепрыгивать так на все. Разумеется, слушай, есть, это общий принцип. Есть полно заповедей, просто полно, которые не являются обязанностями. Совершенно. Я тебе беру простейший пример. Заповедь разделять мясо и молоко. Про мясо и молоко я понял, что они не ест молоко либо мясо. Я на конкретный мой вопрос о том... Я тебе отвечаю на него, я тебе отвечаю. Пункт первый. Существуют такие заповеди, которые не являются обязанностями. Точка. Второе. Обязанности проживать в земле Израиля. Подожди, я же не сказал, что про землю Израиля. Я тебе сказал, есть такие заповеди, которые не являются обязанностями. Окей? Согласились. Теперь. Вопрос про землю Израиля. Это отдельный вопрос. Нам его глупо обсуждать, без того, что есть источники, и можно... И в Алла-Шерке об этом тоже много всего есть. На одной ноге, на одной ноге, заповедь жизни в стране Израиля есть, и она не является обязывающей. Да, он не обязан. Да, он без этого не может достичь. Да, за границей у него есть опасность. Да, обязанностей все равно нет. Вот и все. Я ответил. Я понял. Я тебе не буду рассказывать, если вам могу рассказать, пожалуйста, какой я сам сделал хедуш в вопросе заповеди жизни в земле Израиля. Да, мы слушаем, но я дальше... Хедуш такой, что суть этой заповеди, она общенациональная, а не индивидуальная. Потому что заповедь, на самом деле, это заповедь еврейскому народу жить в стране Израиля и владеть страной Израиля. Поэтому во всех таких заповедях, как заповедь человеку заниматься наукой, есть во всех таких заповедях нет того, что ты или выполнил, или не выполнил. Я думаю, что это филин. Филин, ты или наложил филин, или не наложил филин в этот день. Все. Это гикотомия. А Элис Шафар, ты прослушал Шамя, или нет, прослушал. Это гикотомия. А в общенациональной заповеде гикотомии нет. Поэтому есть разные уровни соучастия человека в таких заповедях. В этом смысле жить в стране Израиля это больше, чем мало, чем жить в диаспоре. А вот жить в поселениях это большее выполнение заповедей жить в земле Израиля, чем жить в Терравине. Хотя земля та же самая. Потому что если заповедь народу выводить землей и проживать на общенациональной родней, то очевидно, что поселение больше реализует это, чем Терравир. А в этом смысле заповедь заселения земли, твое участие в ней повышается от переезда в поселение или от переезда в сложное поселение и так далее. Поэтому есть разные уровни. если человек вынужден за границей жить, то пусть он участвует в заповеди евреи и Израиля, помогая еврейскому народу жить в стране Израиля. То есть помогая Израилу всячески это меньшее соучастие, чем жить в стране Израиля, но это тоже соучастие в заповеди. Тоже соучастие. Да, я понимаю. То есть это концепция концепция универсального сионизма Пинкаса-Полонского. О том, что сионистом может быть человек, который не считает обязанности проживания в земле издательства сегодня. Правильно? Послушай. Нет, конечно. Конечно нет. Конечно нет. Потому что вопрос проживания в земле израиля обязанности или необязанности это не вопрос сионизма. Это вопрос галахи. И галаха есть галаха. Ты ничего не делаешь. Сионизм это тот, кто старается более активно сделать эту заповедь на более высоком уровне. Но галаха от этого не меняется. Ну ты же знаешь анекдот. Это не сегодня придумано. Сионист это сто лет назад этому анекдоту. Это человек А, деньги, да. Да, да, да. А, да, деньги Б, что человек С жил в стране израиля. Ну хорошо. Поэтому это не то, что сионизм Пинкаса-Полонского. Не надо. Не надо примитивизировать. Это действительно существует такая заповедь и она общенациональная и в ней может быть соучастие. Подожди, Лембриха было сказано сказано Абраму, когда никакой нации не было, это было отдельно. Потому что иначе нация не одевалась. Послушай, мы не можем из Абрама переводить на всякого индивидууму заповеди. Это тоже неверно. Еще раз, есть достоинства стране израиля, никто не отрицает, что лучше жить в стране израиля, никто не отрицает, что это соучастие в заповеди, никто не отрицает. Есть разные уровни соучастия в заповеди. Один соучаствует больше, другой меньше. Что поделать, такая жизнь? Это, смотри, это психология Мироглим? Нет, ничего подобного. 100%. Они так и говорили, хотите, идите, а мы будем в Минбаре жить. Психология Мироглим. 100%. Ты абсолютно ошибаешься. Нет, Мироглим такого не говорили. Мироглим говорили, нам туда всем не надо. Вовсе нет. Мироглим не говорили, ты знаешь, мы слабоваты, вы идите, мы вас поддержим. Нет, такого не было. Мы говорили, нам туда идти не стоит. Они решали для народа, а не для себя личность. Поэтому это не я придумал, это давно известно, это общеизвестные вещи. Я просто акцентирую это для применения, для понимания людьми разного уровня, которые вынуждены жить вне страны Израиля. По разным причинам. Все нормально. Я с тобой. Да я понимаю, что ты говоришь. Слушай, я по своим причинам не могу сейчас жить в поселении, которое является острием, так сказать, борьбы за страну Израиля. Поэтому те, кто там живет, они молодцы, а я сейчас не могу. Значит, я им помогаю, как могу. Я сам живу только в Иерусалиме, но я им помогаю, как могу. Им будут с вами всячески иначе. Поэтому это общеациональное делать. Все нормально. Все нормально. Не надо привитализации. Не надо из сложной конструкции превращать в чайно-белую территорию. Я тебе скажу, мое мнение такое, что в современный срез времени, где мы живем, и положение Израиля, значит, если мы будем декларировать о том, что проживание в земле Израиля для евреев не является первейшей обязанностью, это приведет просто к концу государства Израиля. Все. Это мое личное мнение. Ничего подобного. Я с вами категорически не согласен. Категорически. Потому что это значит, что те, кто не пришел со мной на варикаду, те все предатели. Нет, нет. Это не верный подход. Я не сказал предателя. Ну, неважно. Нет, послушай, одно дело, человек находится в процессе, он говорит, слушай, я сейчас не могу. А другое дело, это твое теоретическое обоснование, что человек может жить во Франции и говорить, я сионист, я живу во Франции. Нет, слиха. Ты можешь давать деньги и помогать, сионист, когда находишься в Сионе. Слиха. Ты можешь сказать, я туда не могу сейчас приехать, мои дети приедут. Но я убежден, что ни я, ни моим детям нету никакой будущего во Франции. Мы должны быть здесь. Ты путаешь, нет, ты путаешь две вещи. Ты начинаешь еще раз. Вместо того, чтобы так запонять то, что я сформулировал, ты хочешь примитивизировать мою точку зрения, чтобы ее было легко критиковать. Нет, уж извини, не надо. Потому что мы не видим будущего, это одно. А вынуждены жить за границей, это другое. И поэтому, живя за границей, чего я могу сделать ради этой заповеди? Можешь сделать. Очень многое. Твоя помощь очень важна. Поэтому не нужно, еще раз, ты добавил ко мне то, что я не говорил, а потом с огромным воодушевлением это скритиковал. Нет, это неправильный подход. Я считаю, что я что-то говорю, что я не произнес, спроси, а не приписывай мне. Это будет более хорошо. Хорошо, я не буду заниматься приписками. Спасибо. Окей. Ну, хорошо. Так, мы все, закончили, Ази? У нас последний слайд? У нас еще две главы. Давай, давай. Сегодня? Ну, это я, видимо, занял время эфирное, я дикый занял. Итак, поговорим о разных видах путешествий. Существуют разные способы путешествовать по земле Израиля. Вот сейчас как раз поговорим про Мирогли. Впервые заповедь путешествовать по стране была дана сынам Израиля в недельном разделе Шлах-Лиха. В начале раздела Господь заповедует Муше, пошли от себя людей в Аятуру и осмотрят землю Кнаан, которую я даю сынам Израиля. Ну, если он сказал, да, пошли от себя людей, значит, можно это рассматривать как митсва, приказ, как заповедь. И важно, да, что у нас две ситуации, Шлах-Лиха и книга Йошуа, где, собственно, автора читается на эту главу. И там разные глаголы используются. Это мы сейчас разберем. И вот там, где пошли Мироглим, где в главе Шлах-Лиха, там глагол Латур. Да, вот я его перевел как осматривать. И там везде употребляется этот глагол Латур. По-моему, условий Мироглим там вообще нет в этом месте. Потом есть их дворин, так они называются. И результат известен. Люди, которые пошли осматривать землю, кроме Йошуа Бенуна и Калилбен Яфуне, чьи слова не были услышаны, они оклеветали ее. Они пошли Латур посмотреть и оклеветали. Второй раз повеление о путешествии появляется в книге Йошуа. И послал Йошуа Бену из шитима двух человек Мироглим, как раз разведчиков. Послал их тайно, сказав Лехуры, уидите, смотрите, узрите, буквально увидите землю и Ерехон. И здесь другие глаголы. В этом отрывке глагол Латур вообще не встречается осматривать. Вместо него глагол Лерагель, который буквально от слова нога, буквально исходить, истоптать. означает он разведывать. И второй глагол Лерот это увидеть. Увидеть или рассматривать. Я его перевел, чтобы была разница от глагола Латур, как осмотреть. И третий глагол встречается в этом отрывке это Лахпор. Лахпор это докапываться, исследовать, расследовать, копать. Итак, глаголы, принципиально разные термины в этих двух указаниях данных Моше, этим Мироглим и Яшуа Бенуном другим Мироглим он несет важный смысл. Латур осматривает это наблюдение извне. Тот, кто осматривает Землю, он принимает точку стороннего наблюдателя, который не углубляется в суть вещей, в конечном итоге может ошибиться и негативно отозваться о земле Израиля, как оно и вышло. Несмотря на то, что Моше повелел разведчикам также Рейтем, и рассмотрите землю, какая она, то есть рассмотрите внимательно, они на самом деле пошли только Латур, заниматься внешним наблюдением. А тот, кто идет Лерагель разведывать, или Лахпор исследовать землю, кто ступает по почве этой земли ногами, Лерагель от слова Рейгель нога, тот впитывает свою душу святости этой земли, только тот поймет эту землю по-настоящему, и только он сможет ее завоевать. Это наблюдение из разных терминов, которые используются в этих двух ситуациях разведки, негативным и позитивным. Идем дальше. Да, конечно, очень интересно, но идем дальше. Итак, последняя глава, последняя глава, которая, как обычно, переводит все в мистическую глубинную область, переход и прогулка, то есть то, что из пункта в пункт Б, и то, что ради самого процесса. Когда человек идет из одного места в другое, у него есть определенная цель добраться до места назначения. Например, у того, кто едет из Иерусалима в Тель-Авив, есть четкая цель попасть в Тель-Авив, а сама дорога для него не важна, и чем она короче, тем лучше. Если можно было вообще исключить дорогу и телепортироваться, это было бы совсем хорошо, а у того, кто идет с определенной целью. Однако у путешественника нет цели достичь конца маршрута. Его цель само путешествие. Сам путь имеет для него ценность. Спуск по крутому склону, изнурительный подъем на вершину или переход по открытой тропе. Ради всего этого он и отправился в путешествие. И хотя у каждого путешествия есть начало и конец, но главное в путешествии это сама дорога. И переход и прогулка существуют в физическом пространстве. Но на самом деле не только в нем. Переход и прогулка это два разных взгляда на мир. В рассказе о сотворении мира в книге Берешит Бог повелевает в земле произвести плодовое дерево, приносящее плод. Для чего это повторение? Эц при, осе при. Мудрецы объяснили, плодовое дерево это дерево, вкус которого подобен вкусу плода. А земля как мы знаем произвела только дерево приносящее плод. То есть в тех деревьях которые произвела земля вкус дерева и вкус плода отличались. Этот рассказ таит в себе глубина скрытого смысла. Как вообще рассказ о сотворении мира. Здесь скрыт важный принцип. Когда мы думаем о дереве с плодами мы можем сказать что плоды это цель а дерево это средство. задача дерева приносить плоды. А в самом дереве нет собственной ценности. Так же происходит и в жизни. Мы концентрируемся на средствах которые должны привести нас к цели. И тогда мы не чувствуем удовольствие в процессе пути. Чувствуем удовольствие только в конце когда мы достигаем цели в которой мы движемся. Это грустно и больно но такова реальность. Такова реальность в том мире который начался с того что земля произвела земля дерево приносящее плод. Как бы против замысла Всевышнего чтобы дерево тоже было вкусом плода. То есть сам процесс по замыслу должен быть приносящим удовольствия. Но в будущем ситуация изменится. Наступит день когда мы сможем почувствовать вкус цели уже в пути. идеальная реальность проявится в мире. Вкус дерева будет как вкус плода. Это состояние называется уламаба грядущий мир. Пока что мы можем ощутить нечто подобное в путешествии. Когда сам путь становится целью в нем есть итноцитсут некое сверкание отблеск высшего мира жизни мира грядущего. То есть когда мы путешествуем ради наслаждения от процесса мы в какой-то мере чувствуем вкус грядущего мира. Стих из книги Ваикра там в главе Баху Котай где приводится благословение и проклятие при соблюдении нарушения завета. Там сказано если вы будете соблюдать завет я буду ходить среди вас и буду вам богом. Там интересный глагол италахти. Есть глагол идти Аллах а есть металех. Как возвратный глагол прохаживаться прогуливаться можно так перевести. И Раша комментирует это место от имени Сифра так я буду гулять с вами в раю. Раша уже использует глагол это ель буду путешествовать сейчас он так переводится буду гулять с вами в раю и вы не будете содрогаться передо мной. значит лето что не будете бояться меня поэтому сказано буду вам богом. Итак пребывание в Ганедане в раю называется путешествием по комментарию Раша он использует это слово Тиюль как раз поскольку сама реальность Ганедана доставляет удовольствие в каждой детали. Это похоже на то как два друга встретились за чашкой кофе после долгой разлуки. О чем они будут говорить это не важно какую бы тему они не обсуждали главное переживание встречи это сама встреча переживание лицом к лицу это интимная встреча которой душа удостаивается в Ганедане. В нашем мире встреча с Богом функциональна человек встречается с Богом чтобы узнать какие заповеди он должен соблюдать чтобы выполнить свой долг но в Ганедане цель это сама встреча именно это имели ввиду мудрецы когда говорили я буду гулять с вами в раю это высшее наслаждение которое снимает проклятие излишней функциональности этого мира когда мы путешествуем по земле Израиля мы можем почувствовать отблеск этого высшего сияния жизни грядущего мира по моему отличная концовка что функциональность прикладное значение всего о котором говорил НАТО это действительно некое проклятие которое в конце будет снято и мы должны приложить к этому руку этому способству замечательно НАТО вышел не совсем примитивист ладно нет все отлично все прекрасно видишь вот тебе нашлись цитаты и все на салоне большое спасибо да ну хорошо да но действительно нам это нужно развивать мы читаем чтобы думать чтобы придумывать новое а не просто знать что написал я в шерке это отличный укин для собственного развития фраза мы должны это развивать ты знаешь больше чего бояться чего скажем так вечная опасность которая как бы окружает нерелигиозных когда они общаются с религиозными какая опасность чего больше всего опасаются нерелигиозные когда они общаются с религиозными симпатичными с эректуальными которые могут организовать они начнут пытаться правильно да потому что они жучка здорово мы их обманули потому что они понимают что у них есть глобальная идея как у тебя самое главное развивать самое главное человеком правильное место извини нет нет извини нет это ты ты путаешь развитие с керувом нет извини я совершенно не занимаюсь тем чтобы я не религиозно занимался как каудаизму я занимаюсь развитием нас нас самих не их а нас это огромная разница хорошо но мы занимаемся саморазвитием конечно конечно это и есть цель нашей учебы может нам хватит саморазвиваться нет нет совершенно не хватит ты что когда мы саморазвимся нам нужно развиваться чтобы самим дальше трансформировать мир ну прекрасно так это и нужно так ну хорошо на этой замечательной ноте спасибо да окей вам прекрасно отрывки очень хорошо о трансформациях и трансформаторах ну хорошо прекрасно пингерс трансформатор окей спасибо спасибо Спасибо. Спасибо большое. Да, я согласен с такой историей. Прекрасно. Все. Суроту вот. Да. Счастливо. Пока. Закрывай, да? Запись, да, запись. Только не забудь. Нормально. Секунду. Секунду. Нажми на стол. Я сделаю? Ну, пока что нет. Ну.